Спасибо, до свидания. Доброе утро. Посмотрите, в каком прекрасном месте я нахожусь. Наверное, вы уже догадались, что я приехала в Питер. Приехала на поезде из Москвы. Сейчас раннее утро, 7 утра, и я иду в свою любимую пекарню, которая называется «Люди любят хлеб». Раньше она называлась. Выбрала дальнюю на Горьковской, чтобы от вокзала подольше пройти. Они открываются только в 8 утра, а сейчас в 7. Мне нужно убить часик. Но я специально выбрала поезд пораньше, чтобы у меня было время прогуляться по городу. Вообще, я приехала и отдохнуть, и по делам. Сейчас мы дойдем с вами до Марсового поля. Я, наверное, там где-то запаркуюсь и расскажу все в подробностях. Знаете, чего мне больше всего не хватает в Москве? Воды. Когда ты вырос у воды, когда ты летом каждое лето ездил в деревню, где много воды, то вот в Москве чувствуешь вот эту вот сухость. Хочется выбраться, знаете, на какой-нибудь заливчик, на какое-нибудь озерцо. А в Москве это кот наплакал, там надо знать места, искать их. В общем, да. Вот приезжаем в Питер, и лично я сразу-сразу любуюсь водой, стараюсь всегда в хорошую погоду выбраться куда-нибудь в такое местечко погулять. Я иду своим любимым маршрутом. Дело в том, что я много лет проработала на улице Восстания, и пешком после работы ходила до станции метро Горьковская. И как раз вот ходила по Невскому проспекту, потом по набережной Фонтанки, мимо Михайловского замка, через Марсово поле и через мост. И я решила, что самое время повторить этот маршрут. Мне очень повезло с погодой. 28 градусов обещают. Я вот сама приехала в этом костюмчике своим голубом, потому что это комфортно в поезде. И с собой взяла еще платье тоненькое, потом переоденусь, когда будет возможность. Я, видите, в очках не было возможности надеть линзы нормально, но попозже это обязательно сделаю. Посмотрите, какой сейчас будет открываться замечательный вид. Это аллея перед Михайловским замком. У Михайловского замка что-то не видно. Сейчас покажу. Вот так он выглядит. Конный памятник Петру Первому или Павлу Первому, или Павлу. Я уже забыла, представляете? Я уже не помню. Да, и все-таки это Петр Первый. Знаете, иногда бывает так, что вроде бы, ну, как бы ты точно знаешь, точно знаешь. А когда заявляешь вслух, то начинаешь в себе сомневаться. Питер – это, конечно, город-ансамбль. В центре глаз радуется. Вот на контрасте с Москвой не передать небо и земля. Я всегда, когда сюда приезжаю, отдыхаю именно вот визуально, скажем так. Так, очень это все красиво. Москва очень эклектичная. Не только в плане, скажем так, стилей, архитектуры, но и в плане назначения зданий. В Питере это либо доходные дома, либо дворцы, либо церкви, храмы какие-то, да. А в Москве это что угодно, чего угодно, маленькие особнячки, большие особнячки, какие-то большие госконторы, частные конторы. И все это намешано вот веками, и там, конечно, такой дурдом, особенно после вот Лужковской архитектуры. Прямо сложно стало. А в Питере нет, я вот прямо не могу, могу разговаривать об этом бесконечно долго. Это очень-очень красиво, особенно в приятную летнюю погоду. Кстати, кому интересно, вот здесь вот снимались серебряные коньки некоторые эпизоды. Вот там вот с... ой, позади меня находится фонтанка, но мы туда уже не пойдем, я уже по ней прогулялась. Сейчас пойду к Марсовому полю. Вообще, знаете, если приезжать в Питер, то, конечно, лучше приезжать летом. Причем в середине лета, когда самые высокие цены, но и удовольствие тоже самое высокое в остальное время года очень может не повезти и очень сомнительно. Хотя в Питере, как правило, еще бывает хорошая золотая осень, осенью можно приехать. Люди с утра катаются на сабах. Сейчас, чтобы вы понимали, пол восьмого. Ну, то есть ребята, видимо, либо перед работой катаются, либо просто любят рано вставать. Прям классно. Я бы тоже очень хотела покататься по каналам Санкт-Петербурга вот так на сабах. Ну все, вот оно, Марсовое поле. Такое уютненькое, утреннее свободное. Сейчас где-нибудь уютненькое и присядем, отдохнем. Кстати, вот этот вот третий маршрут трамвайный в Санкт-Петербурге, самый красивый маршрут города, говорят. Так что, если хотите посмотреть на город из трамвая, то вот вам сюда. Я более-менее здесь удобно устроилась на Марсовом поле. В тенечке, на самом деле, оказывается, не так уж и просто устроиться на Марсовом поле с утра, потому что на одних газонах влюбленные целуются, на других газонах очень грязно с утра, еще не убрали. Но вроде как более-менее у меня теперь все устаканилось. Ну что, если вкратце. Я приехала в Питер одна на три дня. У меня здесь есть шумно, есть несколько дел. Во-первых, если вы подписаны на меня в Телеграме, я там активно рассказываю про то, как я составляю мою родословную. И вот в частности, я собиралась приехать в Питер, чтобы поговорить с бабушкой, с дедушкой, чтобы мне дед показал кое-какие фотографии. Мне это проще сделать именно на месте, чем по телефону. И второй момент. У меня есть кое-какие дела в моих документах. Скажем так, надо документы кое-какие оформить. И третье. Погулять по городу, встретиться с кем-то из друзей. В общем, знаете, такая достаточно короткая, но очень должна получиться продуктивная поездка. Тем более, что я одна. Я одна не выбиралась никуда очень давно. А вообще, в целом, я это очень люблю, потому что, когда я одна, то я не завишу от настроений и желаний других людей. Если с кем-то, там с семьей, то сразу начинается, что кто-то чего-то хочет, кто-то кому-то делает одолжение, идет на компромисс. Я вот это вот не люблю. Потому что я не очень люблю, когда гуляю планировать. То есть я вот иду, и куда глаза глядят, туда я и иду. А все-таки, когда ты приезжаешь с семьей, то нужно кое-что заранее планировать. У меня есть план, свой личный план действия, но он не такой строгий, как мог бы быть. Так что я приехала ночным поездом и теперь гуляю по прекрасному Питеру. Это очень правильное решение оказалось, потому что жарко все-таки. Лучше погулять в жару с утра. Я сейчас позавтракаю, потом поеду к моей бабушке. У нас с ней будут дела в Гатчине. И я очень надеюсь, что мне удастся уговорить ее погулять по Гатчинскому парку, потому что это одно из моих самых-самых любимых мест здесь в Питере и в Ленобласти. На завтра у меня встреча с дедом, с друзьями. И пятницу я хочу посвятить воде, хочу поехать на какой-нибудь пляж, просто отдохнуть. У меня всего лишь одна сумка. Как я собиралась, это отдельная, конечно, история. У меня с собой ничего нет, кроме зубной щетки, штатива, телефона, парео и более легкой одежды. Ну вот и сейчас я чуть-чуть отдохну и пойду туда через мост. Люди любят хлеб на Гориковскую, но у меня вопрос. Сейчас в эти выходные будет день военно-морского флота. Какие шумные трамваи. Я не уверена, что для пешеходов мост открыт. Возможно, мне сейчас придется сделать крюк через Дворцовый мост. Но ничего страшного, время на самом деле у меня есть, и его довольно много. Так что, если что, прогуляюсь. У нас здесь на Марсовом поле находится вечный огонь. Сейчас вы можете его видеть. И многие думают, что это вечный огонь в память о павших во Второй мировой. На самом деле, этот огонь в память о жертвах революции. Все. Я иду. Мне туда посмотрела по карте. Вроде ничего не перекрыто. А мне эти 20 минут. Как раз кофейня уже открыта. И я вот, знаете, тут смотрю на эти трамвайчики, которые ездят по городу. Я думала сначала, что это ретро-трамваи. Но похоже, что здесь они так стилизованы. То есть, как бы такие ретро-трамваи в современном... Точнее, современные трамваи в ретро-исполнении. А вот мраморный дворец издалека. Покажу его. Мне кажется, это одно из самых красивых зданий в городе. Просто обожаю. Очень красивое здание. И вот мы с вами стоим на Троицком мосту. И смотрим на воду. Петропавловская крепость. А вот эти затяжки в виде флагов. Это сетки. Там идут реставрационные работы. Насколько я знаю, реставрируют бастионы. Поэтому, видимо, так вот решили затянуть к праздникам. Сейчас уже на воде видны разные суда. Военные, какие-то исторические, какие-то яхты. Вот там за мостом тоже видно суда. Это вот все подготовка ко дню военно-морского флота. Который, насколько я знаю, транслируется по телевидению. Его можно будет посмотреть. Кстати, кому интересно, кто не знает, я раньше работала в Петропавловской крепости. Там находится музей истории Санкт-Петербурга. И я вот там работала ровно до декрета. То есть в декрет я уходила из Петропавловской крепости. Когда я думала, куда же мне пойти на пляж и отдохнуть, я вспомнила про пляж Петропавловской крепости. Знаете, были годы, когда летом работаешь, и на обед-то все равно надо куда-то выходить. И вот я просто выходила на пляж. Это было прямо очень-очень круто. Но сейчас, я так подозреваю, мне этого не удастся сделать, потому что там ремонтные работы. Посмотрите, как украшен Троицкий мост. Я так понимаю, что это вот эти вот флажки, которые на морских судах что-то сигнализируют. Ну, а теперь я прохожу через Александровский парк, что идет от Петропавловки до станции метро Горьковская. Тоже очень приятное, тенистое место. Вот там вот, кстати, есть грот. Питерцы знают. Вот там кофейня. Интересно, она еще работает? Вот в Питере есть две легендарных кофейни. Кофе на кухне и больше кофе. Вот это вот больше кофе. Интересно. Ну, мне кажется, должна работать. Ладно, думаю, у меня еще будет время выяснить. Сейчас еще раннее утро, и они точно не работают. Субтитры сделал DimaTorzok. Я чувствую себя уже гораздо лучше. После меня люди любят надела линзы. Теперь я могу идти в солнцезащитных очках. Я решила, что вернусь на станцию метро Невский проспект. Тоже через Марсовое поле. Я сейчас еду в Красный Селок к своей бабушке в гости. И это будет... Я поеду на электричке. Решила на электричке. Вообще туда ходят и автобусы, и маршрутки вроде как. Но я люблю на электричке. Вот. И у меня до нее еще есть, собственно, час. Я решила это время не терять. Прогуляюсь. В этот раз, видите, я специально взяла по минимуму вещей. Я знала, что буду очень много ходить, а остановиться мне будет негде. Ну, в специале оставить вещи. У меня, на самом деле, сейчас еще часть вещей у бабушки останется. Там фотографии, которые я разбираю. Я их хочу вернуть, вот, чтобы у нее хранились. Потому что я их уже все отфотографировала и отсканировала. Впереди Невский проспект уже. Здание Зингера. Здесь на первых этажах находится дом книги, главный в Санкт-Петербурге. Хотя мне кажется, что сейчас главный дом книги – это подписные здания. А выше, помните, раньше был офис ВКонтакте. Я, кстати, в нем даже была. Мы нас с Темой приглашали. А сейчас, по-моему, главный офис в Москве находится. Ну, они же теперь Mail.ru. Вот, так что исторические места. А вот тут, вот, смотрю, есть книги моих преподавателей. Вот этот Владимир Лисовский – мой преподаватель. В Академии художеств, по-моему, история Петербурга, архитектура Петербурга. И Борис Кириков – тоже мой преподаватель. Он, к сожалению, ушедший из жизни легендарный. Легендарный. Нашла здесь в детской литературе вот такое вот издание «Маленькие женщины». Оно крупное, видите, такое полноформатное. Крупный шрифт деткам можно читать. И вот такие есть картинки кое-где. Мне кажется, если у вас девочка, ну, в школу, например, уже, наверное, ходит в класс второй, третий, тоже можно такое покупать и читать. Я вот обязательно с Катюшкой прочитаю. Мне кажется, ей понравится. Она все такое любит, нежное. Книжка очень нежная для девочек как раз. Вот такое вот издание еще раз. Кому интересно, поищите на «Азоне», где-нибудь наверняка есть. И вот эта вот книжка тоже великая. На меня она произвела когда-то очень сильное впечатление. О Генри, Дары, Волхвов. Читали мы в школе. У нас это было в школьной программе. Здесь суть в том, что влюбленные мужчины и женщины, юноша и девушка, на Рождество, кажется, должны были обменяться подарками, но они были очень бедны. И вот девушка отрезала свои волосы, чтобы подарить золотую цепочку для часов юноше, а юноша продал часы, чтобы купить заколку для волос. Такая вот история. Но мне кажется, детям очень полезно почитать такое. Тоже хорошее издание. Вот еще интересная книга. Называется «Дети. Железные дороги». Честно говоря, я впервые слышу, не знаю, что это такое, но название интригующее. Это вот для нас с Катюхой точно, потому что мы с ней очень-очень любим поезда. Ну вот мы и добрались с вами до Красного села. Вот это вот Красносельский вокзал. Здесь продаются билеты на электричке. Линия идет к Балтийскому вокзалу и в ту сторону Нагачину. Я родом из Красного села. Я здесь родилась и выросла. Сейчас я уйду на дорогу и все вам расскажу. Вот в той стороне у нас когда-то была дача, но, к сожалению, сейчас ее нет. Она была продана моей бабушкой без моего ведома. А сам город Красное село, он находится на возвышенности. Здесь есть автобусная остановка и можно доехать до верху, но я пойду пешком. Я решила пойти по живописному зеленому месту. Это бывший дворцовый парк. Мы сейчас с вами занимаемся тем, что поднимаемся на возвышенность, где находится Красное село. Оно находится как бы вот там на высоте. Нам нужно будет подняться в горку. Вы наверняка знаете, даже если вы не житель Санкт-Петербурга, что такое Петродворец, Гачино, Кронштадт, Павловск, Пушкин. И в этот же ряд можно поставить Красное село, мой родной город, который входит в городскую зону Санкт-Петербурга, по-моему, 74-го года. То есть это не пригород, это черта города. Поэтому я считаю себя ленинградкой. Я родилась в Ленинграде. И, к сожалению, в отличие от других царских резиденций летних, здесь не сохранилось практически ничего. Здесь проходили знаменитые императорские красносельские маневры в XIX веке по Анне Карениной. Вы, например, можете помнить, Вронский здесь бегал на фру-фру. Но, к сожалению, здесь проходила линия фронта в Великую Отечественную. И все романовские, императорские деревянные резиденции сгорели. И сгорел знаменитый Красносельский театр. Боже мой, вы знаете, нигде не укрыться. Везде какие-то стройки идут. Вот как раз здесь очень хорошо виден этот подъем. Вот там у нас овраг есть знаменитый, очень романтичный. Вот эта дорога как раз поднимается туда, к верхнему парку дворцовому. А вот в ту сторону дорога идет к безымянному озеру. Безымянное озеро входит в систему озер реки Дырговки. Там очень хороший пляж, чистая вода. И очень-очень хорошо. Вообще хочу вам сказать, что вот сколько я себя помню, в Красном Селе всегда была чудная голубая вода. И когда я уже переехала в центр города, я удивлялась, как вообще люди здесь живут с такой желтой водой. А у меня еще дедушка мой, он тоже в центре города живет. Ну, жил всегда. И я к ним приезжала, у него была желтая вода. Думаю, ничего себе. Вот Красное Село меня избаловало. В моем детстве здесь не было никакого мостика. Здесь были просто камни. И мы тут бегали. Вообще мы очень много времени после школы проводили именно в прогулках. И не на детских площадках каких-нибудь, и не в торговых центрах, а вот примерно в таких местах. Понятное дело, конечно, что это было и зимой, и осенью. Но мы захватывали все времена года. Здесь сезонность ярко выраженная. И во многом это меня сформировало. К сожалению, это не все красивые места, которые я могу вам здесь показать. Мы сейчас находимся в центральной части Красного Села. А я жила на улице Нарска. Это немножко вбок. И оттуда тоже открываются умопомрачительные виды на озеро, вниз, на округу. Но туда я не дойду, у меня мало времени. Красное Село, оно в отличие от самого Петербурга и от многих других пригородов, находится на возвышенности. И поэтому тем оно и ценно, что здесь очень разнообразная природа именно для широт Болотного Питера. Вот так вот ходишь, ходишь, ходишь. Туда-сюда, туда-сюда. Не знаю, туда пойти. Или туда пойти. Пойдемте туда для разнообразия. Посмотрим, что там. Ой, надеюсь, я сейчас тут не навернусь. Но если вы смотрите это видео, то значит я жива. Опа, о, еще один мостик. Ну вот, классно. Вспоминаю свою юность с удовольствием. А сколько здесь было в этом городе романтических прогулок, вы бы знали. Ну вот, видите, это какой-то явный фундамент от чего-то. А может быть какая-то плотинка была, неизвестно. Это вот краеведы знают. Я, к сожалению, таких подробностей уже не знаю. Кстати, вообще Красное Село начиналось от Петра Первого. Он здесь когда-то основал бумажную фабрику. Она там тоже подальше находится. Дело в том, что для бумажной фабрики тех времен обязательно нужен был водопоток, грубо говоря. Вот как раз на Додурговке здесь идеально было, можно сделать плотину для бумажной фабрики. И на этой бумаге в итоге чего только не впечаталось. Очень много чего. В частности, когда-то была напечатана первая фотография обратной стороны Луны. Блин, куда меня занесло. Вот, и, собственно, что я хотела сказать. Да, вот с Петра Первого это место здесь существует. Дворцовое Село Красное, потом Город Красное Село. А теперь это Город Красное Село Красносельского района Санкт-Петербурга. В общем, вот такое вот мудреное название. Но зато место очень-очень хорошее. Вот сюда я говорю, конечно, ради достопримечательностей, наверное, нет смысла приезжать. Но вот именно ради природы просто супер. А еще здесь есть рядом Ореховая Город. Там, возможно, кто катается, знаете, есть парк для сноубордистов. Господи, как он называется-то? Мы же там все время... Ну, в общем, мы раньше там все время катались, а сейчас уже не катаемся. Забыла, как называется. Сейчас вспомню. Ну и вот там вот есть Дудерговские высоты, парк Дудерговские высоты. Там тоже очень красиво. Там тоже можно погулять. Я смотрю, вообще, среда, люди все тянутся на пляж. Блин, вот я на самом деле тоже могла бы пойти на пляж, но у меня по времени... Дзинь-дзинь, бабушка там уже, наверное, меня ждет. Смотрите, какая красота. Идешь себе к озеру, идешь, получаешь удовольствие, супер. Спускаешься под горку, но я ползу на горку. Вот как раз сейчас очень хорошо видно вот эту вот Ореховую гору. Она по карте Ореховая, но мы всегда ее называли Воронья. Не знаю. Ну, скорее всего, конечно, раз по карте Ореховая, значит Ореховая. Сейчас буду заходить вот в этот парк. И там немножечко станет полегче, потому что это уже Красное Село. Ну, я имею в виду городская часть, где дома расположены. Знаете, к вопросу о том, что очень сложно законсервировать историю, если это никому не нужно. Вот еще в мои школьные годы вот здесь вот было каменное здание. Три или четыре этажа, но явно было еще императорских времен. Все просто пустырь. Оно было вот либо здесь, либо... Мне кажется, вот оно где-то вот здесь вот было, нету. Вот там вот деревянное здание. Впереди как раз это один из императорских дворцов. Но это не царской семьи, это не царской четы, это вот именно князей, братьев, сестер. Не знаю, честно, чей конкретно. Никогда не пыталась запомнить, потому что их здесь было много. Вот здесь на возвышении, по-моему, когда-то стояла пушка. Но давно ее убрали. И вот там у нас воинское захоронение. Но к нам оно не имеет отношения. Мои прадеды воевали не здесь совсем. Мой дед, который прошел всю войну, он закончил войну в Берлине. Вот. А вот есть еще одно тоже царских времен здание. По-моему, это Гаупфакт или что-то такое. Оно действующее. Там сейчас, по-моему, что-то типа ресторана. А вот здесь вот еще в моем детстве были, знаете, такие советские аттракционы. Там всякие такие крутилки, лодочки, вот это вот все. Но потом это все, к сожалению, убрали. А было очень хорошо. Вообще, мне почему-то кажется, что именно вот до распада Советского Союза в Красном Селе было как будто бы намного комфортабельнее и уютнее жить по всем вопросам. Несмотря на то, что из транспорта, доступного до города, была только электричка. Ну, не знаю, может быть, я немножко романтизирую. Посмотрим. Все, собственно, вот все. Мы вышли с вами на главную площадь Красного Села. И здесь недалеко моя бабушка живет. Отсюда, из парка, открывается вид на нашу Троицкую Церковь. Это, можно сказать, главная церковь Красного Села. Год постройки 1733, представляете? При, собственно, Екатерине II он был построен. В советские годы здесь был Дом культуры. Я помню, мы сюда ходили, брали кассеты напрокат. Вот. Тоже исторический храм, очень красивый. Видел многих Романовых. А вот здесь, как водится у нас, памятник Ленину. Раньше здесь был сидячий большой Ленин. Потом его убрали. Общественность воспротивилась, что, мол, вот почему вы Ленина убрали? Ленина вернули, но в уменьшенном размере и стоя. А вот это интересное здание раньше принадлежало мосту отряду 19. Я, кстати, не знаю, может быть, вон сейчас здесь существует мост-отряд строительства мостов. Помню, когда работала в Музее истории Санкт-Петербурга, в Петропавловке, к нам от них приходил запрос, что они свои фонды расформировывают. Если мы хотим, мы можем взять макеты мостов, представляете? А там реально крутые мосты были. Но, к сожалению, музей не смог. Они слишком огромные. Нам тоже негде было их разместить в фондах. Так вот вещи и теряются. Так уходит история. А вот здесь, кстати, раньше был очень ухоженный сквер. Там вот был раньше фонтанчик. И не фонтанчика не было, а вода там была. Такой как бы организованный прудик. Вот. Вот такое красное силуа. Это центральный сквер нашего красного села. И вид на Троицкую церковь. Раньше, конечно, когда было меньше машин и меньше заборов, было намного уютнее. Ну, а сейчас мы с вами переместились в Гатчину. Как я уже говорила, мы сюда с бабушкой приехали по делам. Все важные дела сделали успешно. Я очень рада. И прогуляться решили мы по Гатчинскому дворцовому парку. Это одно из моих любимых мест юности, потому что находится оно совсем рядом с Красным селом. Всего несколько остановок на электричке. И сюда я очень любила приезжать погулять. Мне нравится этот парк за то, что он, знаете, такой полупарк, полулес. Здесь еще в моем детстве не было вот такого вот, скажем так, туристически выбеленного ландшафта. Все было несколько заброшенное. И, как вы сами понимаете, такие пейзажи – это лучшее место для прогулки влюбленных. А вот сейчас перед вами Гатчинский знаменитый дворец. Он был построен Екатериной Второй для ее фаворита – Орлова. А потом принадлежал Павлу Первому. У вас была в детстве традиция махать ручкой. У меня вот была. Всегда бабушке в окошко ручкой машу. На обратном пути я зашла в вокзал купить билет. Как раз наш красносельский. Вот, что от него осталось. Такие расписные потолки. Карнизы лепные. И вот видно, что здесь была какая-то красивая люстра. Видите, розеточка вот в центре. Окна витражные. Ну, не витражные, а такие крупные. Большие, светлые. Красивый зал ожидания. Вот, тут тоже такие розеточки. Дверь уходная. Дверь, кстати, новая, отреставрированная. А это вот основной зал, где билеты. Можно купить центральную его часть. Центральный круг тоже, потолок остался. Красиво. Сетка натянута. Вон уходит моя электричка. Я на нее опоздала. Оказывается, тут еще электрички иногда уходят прямо из Красного села. Вот там есть платформа. Я тут немножко заблудилась, заблутала. И, в общем, моя электричка ушла. Но следующая будет через 15 минут. Мне сейчас нужно вот на ту платформу перейти. Вот. Буду ждать. Пока позвоню. Вот здесь вот, кстати, есть еще одни пути. И обычно здесь всегда стояли товарные вагоны. Причем они стояли в несколько, насколько я могу помнить, рядов. Ну, один ряд точно был. И я помню, что мы всегда под ними пролезали. Это было очень-очень страшно. Я боялась, что поезд поедет. Но ни разу не было никаких инцидентов. Вот как раз дорога уходит туда. Там наша дачка. Хочу как-нибудь до нее зайти, дойти. Причем эта дача, она сейчас принадлежит бабушкиной подруге. И бабушка сама иногда туда ходит. Вот было бы интересно посмотреть. Но сегодня у меня, к сожалению, уже нет времени. В этот день у меня еще оставалось несколько свободных часов. И я решила погулять по центру города. Это тоже одно из моих любимых мест детства. Здесь на углу Петроградской, Петровской набережной, живет мой дед. И вот часто в детстве мы с ним здесь по набережной прогуливались вместе с его собачкой. Перед вами был крейсер Аврора. Сейчас он здесь на причале, на вечной стоянке. В 16-м году его отреставрировали, вернули на место. И он, конечно, очень украшает город и возвращает в прошлое. Вообще крейсер Аврора участвовал еще в русско-японской войне 1905 года. Ну а затем стал известен легендами о том, что именно из него палили в 17-м году по Зимнему дворцу. А еще здесь, на Петровской набережной, кстати, где находится домик Петра Первого, есть вот такие вот замечательные парные шицы. И у одного из львов под лапой шар, а у другого вот такой вот маленький львенок. Перед вами Троицкий мост, с другой стороны Летний сад. Это совершенно замечательное, очень спокойное место. Доброе утро! У меня новый день, прекрасный питерский. Сегодня четверг, и мы сегодня с дедом поедем в Кронштадт по местам его детства. Я в Кронштадте в детстве никогда не была, но тем не менее для меня это тоже важный город, как город моих предков. И все-таки из Питера я в этот раз не уеду без книжек. Дед решил мне подарить ценный экземпляр. У него таких несколько, и вот один достанется мне. Вот это вот, где мы сейчас едем. Помнишь, я говорил про форты? Да. Вот это северная часть. Вот смотри, вот один форт, вот такие вот сделают. Вот там вправо еще островочек. А, это уже Систарецк. Вот с этой стороны, по-моему, три форта, сейчас точно не помню. Это все вот насыпали, представляешь, вот через лед вот так вот. И с южной стороны тоже несколько фортов. А здесь было все открыто, и там еще есть дальше пара фортов. Оврачев, и еще, не помню, как называется еще один. Вот ворота. Ага. Вот это вот ворота, это вот, а дальше уже город. Ага, понятно. Ну, такая стена мощная, конечно. Это тоже недавно построенные дома, видно, да? Да. Ну, что интересно, в Кронштадте вот до недавнего времени не было одинаковых проектов. Были все проекты, как бы вот. Ты имеешь в виду здания, да? Здания, да. Жилые в том числе. Ну, а старые кирпичные, это тоже кирпичные, но они уже новые. И тоже они, видишь, проекты, ну, похожие, но разные, разные этажи. Ну, вот здесь я ходил оттуда, школа, мы потом можем в школе поехать, пешочком. А сейчас мы сделаем здесь остановку. Вот здесь видно старые дома, и это старые дома. А это вот новый встроенный, здесь был такой сквер. А-а-а. Вы верните направо. Значит, смотри. Так, куда смотреть? Смотри сюда. Угу. Вот сюда смотрю. Так, смотрю. Таблицевали по-новому. Ага. Вот это окно. Так. Вот это. Это был стратегический запас продовольственный, картофеля. Прямо туда вот свозили, и там хранили вот здесь под домом. Ага, понятно. И здесь всегда стоял красноармеец с винтовкой. Охранял. Угу. Так, куда мы идем во двор дома, да? Мы идем во двор дома, да? То есть, палочкой одеться. За кадром ранее вы могли слышать голос моего деда. Это отец моей мамы. Понимаю, что такая личная экскурсия не всем будет интересна, но я хотела вас вдохновить на запись разговоров с вашими родными и близкими, для истории вашей личной семьи, для потомков. Вообще, от этой прогулки, вы знаете, я получила гораздо больше удовольствия, чем ожидала вот с прогулкой, от прогулки с дедом и с бабушкой по Гачинскому парку. Ну, вы знаете, во-первых, каждый раз все равно узнаешь что-то новое, особенно если ты к этому испытываешь повышенный интерес и планируешь это все где-то у себя зафиксировать, передать своим детям, своим внукам. Это первый момент. Второй момент. Ну, конечно, с личной стороны места детства предков открываются совершенно по-новому. Вот у меня дед, например, любитель рассказывать не только о своих личных местах, но и, в принципе, о городе, в котором он вырос, он очень много знает, он в этом плане огромный молодец, большое ему спасибо за интересную экскурсию. И, вы знаете, я поняла, что вот в таких прогулках, возможно, важно даже, важны не столько какие-то там факты или адреса, а отношения ваших близких к своему прошлому. То есть вы сквозь эти разговоры можете узнать, ну, вот опять же, не столько факты, сколько вот какие-то такие душевные моменты, почувствовать своих близких. И это, конечно, невероятно сближает. Я вам очень советую хотя бы парочку прогулок сделать со своими родственниками и дать им свободное плавание. Пусть они рассказывают о том, что интересно не вам лично, да, как, допустим, генеалогу, которые составляют свою родословную, а именно им. Это тоже часть исследования, и только так, именно так, можно узнать своих близких. В Кронштадте есть замечательный морской собор. Я думаю, что вы наверняка о нем уж раз, но точно слышали, хотя бы в связи с тем, что он совсем недавно был отреставрирован. Дед рассказывал, что в советское время это, конечно же, был дом культуры, конечно же, имени Горького. Ну, а сейчас это здание получило свою первоначальную функцию. Это храм, собор. И хотя я и нерелигиозна, но вы знаете, когда-то мне дед сказал одну, на мой взгляд, очень правильную вещь, которую я вот несу в себе и стараюсь передать дочери, что вы можете быть нерелигиозны совершенно, но вы совершенно обязаны знать культуру своей страны, своей родины, особенно, например, если вы уезжаете, да, или уже уехали, никто не заставляет вас верить во что-то, или никто не заставляет вас отрицать что-то. Вы просто можете наслаждаться культурой, архитектурой, скульптурой, живописью, росписями, декоративно-прикладным искусством. Вот посмотрите, какая роскошная люстра, да, и другими подобными элементами, и точно так же оставить их себе на память, создать какое-то видео о малых родинах своих предков. Ну, а вечером этого дня я смогла встретиться с моими друзьями. Спасибо им большое за то, что приютили. Мы отлично посидели дома, потом пошли погулять по набережной Невы. Они как раз живут совсем недалеко, в двух шагах буквально. Это был очень теплый летний вечер, ни капельки не холодно. Мы, вот видите, все в легкой одежде, и хоть это свидание прошло быстро, зато... Доброе утро! У меня, наконец-то, последний день наступил моего пребывания в Питере. Я вот ночевала сегодня у друзей. Мы замечательно провели вечер, утро. А сейчас я жду такси и поеду в Юсуповский дворец. Я сейчас читаю мемуары Феликса Юсупова и решила совместить приятное с полезным. Вот мы были в Архангельском, их родовом имении в Москве, и теперь хочу сходить в Юсуповский. Никогда там не была, надеюсь, что будет интересно. И экскурсия будет длиться 20 сестра. А у меня немножко сложностей. Выходные же день в МФ, это уже вот буквально послезавтра, в воскресенье день в МФ, в городе пробки, из-за репетиций, из-за гостей. В общем, таксист меня высадил, но мы, на самом деле, с ним договорились. Вот, и я решила немножко прогуляться пешком по каналу Грибоедова. Почему бы и нет? Времени у меня есть. Я как раз купила так билет, что у меня есть еще время, поэтому пойду по теневой стороне. Вот, прогуляюсь. Действительно, очень красиво. Обожаю вообще такие чудные дни. Честно говоря, хочется остаться еще на несколько дней. Вот Питер чем хорош, что насколько ты сюда бы не приехал, все равно есть чем заняться и куда пойти. И Питер, в отличие от Москвы, он как будто бы какой-то соразмерный. То есть, вы знаете, здесь нет этих огромных площадей, там, ВДНХ или парка Горького. Все очень компактно так, близко расположено и комфортно. Здесь передвесутся, с Лаповским дворцом. Собственно, есть такой сквир. И, допустим, если вы покупали билеты онлайн и приехали чуть заранее, то здесь на сканицках можно подождать. Мы подходим ко дворцу, но это его, получается, как бы часть со двора. Парадный фасад находится с другой стороны, и он выходит на мойку. Ну вот, обратная сторона. Посмотрите, какие огромные парадные окна. Как раз это солнечная сторона. Такой вот заасфальтированный двор. Интересно, при Юсуповых он тоже был заасфальтирован. Ну, понятное дело, он не был заасфальтирован, но, может быть, здесь были какие-то газоны. Не знаю, интересно. У меня индивидуальная экскурсия. Я ее сейчас скачаю и со своими наушниками пойду по залу. Можно взять групповую, если вас много, или присоединиться, но лично для меня это не так интересно. Итак, мы с вами оказались в интерьерах Юсуповского дворца на Мойке. Последний владелец, граф Феликс Юсупов, это тот самый, который убил Распутина, он же был и инициатором этого убийства. У него есть замечательная книга мемуаров. Если вам тема интересна, пожалуйста, прочитайте. Перед вами на экранах будут интерьеры дворца. Я, наверное, прямо в деталях рассказывать ничего не буду. Просто посмотрите, здесь очень красиво. А я, в свою очередь, скажу только, что это замечательная альтернатива другим петербургским дворцам, в частности, Эрмитажу, особенно в эти летние дни. Если вы большой любитель дворцовых жилых интерьеров, вы любите посмотреть, как жили великосветские особы прошлого, то вот этот дворец идеально подходит, просто потому, что он небольшой, и его, в принципе, можно обойти очень медленно, часа, наверное, за два, за три. Все зависит от того, сколько у вас времени. Опять же, если времени сильно меньше, то вы можете подкорректировать это время под себя, и при этом вам не нужно будет стоять огромные очереди, какие обычно бывают в это время года в тот же Эрмитаж. То есть это вот такая вот замечательная альтернатива. И опять же, если, допустим, вы не были в Юсуповском дворце, например, как не была я, то это тоже будет очень такое приятное впечатление. Здесь очень красиво, очень фотогенично, и в целом по утрам довольно просторно. Я получила огромное удовольствие, мне очень понравилось. Я вот сейчас вам показываю сеточку такую. Это слуховое окошко. Мы находились с вами в бальном зале, там проходили танцы. Это банкетный зал, следующий за ним. И здесь Юсуповы могли принимать до двух тысяч человек. И хватало и мебели, и посуды, и всем хватало места. И вот далее будет кадр, в котором я покажу балкон. Здесь размещался оркестр, и как раз музыка, видите, попадала, распространялась на два залы, и на банкетный, и на бальный. Особенное впечатление на меня произвел театр в Юсуповском дворце. Он очень маленький, камерный, всего на 150 мест. Но в свое время здесь были великие совершенно спектакли. Я вообще впервые оказалась в Дворцовом театре, никогда раньше не была. И он такой праздничный, такой маленький, такой уютный. В общем, я вот именно, наверное, от него осталась под самым сильным, под самым серьезным впечатлением. И про него и Юсупов вспоминал в своих мемуарах. Это было очень интересно. Вообще у меня вот этот вот год, он, наверное, это лето, скажем так, выдалось под знаком Юсуповых. Я начала читать мемуары, потом решила съездить в Архангельское у нас здесь, в Подмосковье. И вот решила, что, ну, раз уж такая тема сейчас есть в моих интересах, то нужно посетить и Юсуповский дворец. И я ни капельки об этом не пожалела. Хотя, скажу честно, я заранее вот именно сюда попасть не планировала. Я вам говорила, что я хотела утром последнего моего дня в Питере оказаться на пляже, но по времени была очень ограничена, и получилось, что попала сюда. Кстати, вот здесь вот стоял такой деревянный шкаф стоит. Видите, это на самом деле орган, что-то типа огромной механической шкатулки. Здесь же у Юсуповых был, например, и бильярд. Очень интересно это все. Это действительно жилые интерьеры, но, насколько я могу помнить из книги, Юсупов говорил, что жили они в основном не здесь, а на первом этаже. То есть это все-таки в большей степени такие парадные комнаты, и даже спальня, которую вы могли видеть раньше, даже спальня княгиня была парадной. Во время приемов двери в эту спальню открывались, здесь стояли повставцы, ларцы с украшениями княгини, и каждый мог полюбоваться роскошью и богатством этого дома. Все, моя экскурсия закончилась. Вообще-то я купила билет сразу на две экскурсии, на Распутина, на залы Распутина, где произошло его убийство, и на интерьеры княжеские. Но я вот просто понимаю, что по времени я сейчас уже на Распутина не успеваю. Вся экскурсия целиком длится два часа, у меня не так много времени до поезда осталось, и я не люблю спешить. Я, в общем, как музейный работник примерно... Ну, мне интересно, знаете, может быть даже не столько экспозиция, просто как работает музей, как у них все это устроено. И я, в общем, примерно поняла, кое-что для себя отметила. Если что, вернусь, посмотрю, это вообще несложно. Но зато я хотя бы, в принципе, имею представление. У них хороший аудиогид, мне очень понравился. Так что идите самостоятельно с аудиогидом вообще. Это намного проще, потому что в любой момент вы можете ускорить текст или просто прочитать его. Ну, в общем, вы сами распоряжаетесь своим временем, когда идете самостоятельно. И, конечно, лучше идти утром. Вот я сейчас выхожу в половине первого, тут группа за группой, а залы не такие большие, но они очень эффектные. Вот лучше идти с утра и самостоятельно. Ну, а у меня что? Мне осталось сейчас добраться до подписных изданий. Ой, я же вам не показала, что я купила. Я в сувенирном магазине купила здесь, в Юсуповском, вот этот вот магнитик с портретом Зинаиды Юсуповой. Возможно, многие из вас, наверное, уже знают, что у меня на холодильнике есть моя маленькая картинная галерея. И я мечтала иметь вот этот вот магнит, потому что вот на этом портрете Зинаида Юсупова очень сильно напоминает мне мою маму. И вообще, честно говоря, если выбрать одно произведение русского искусства 19 века, я бы выбрала это. И Катюшке еще купила азбуку. Вот такую вот. Вот. Азбука искусства там. У нее такая же есть из парка Монрепо. И тут, собственно, смысл такой, что какая-то буква и какое-то понятие. Вот. Жуковский, например. Знаете, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но дочь искусствоведа должна нарабатывать какой-то свой багаж знаний. Вот. Так что все. Я сейчас дую быстренько в подписные издания. Ну, как быстренько. Они здесь не так близко на самом деле. Я даже не знаю, как поеду или пойду. Но спокойно. Я время с запасом себе оставила. И потом пойду навстречу в ресторан со своей двоюродной сестренкой и с дедушкой, с бабушкой. Потом они меня подкинут на вокзал. И все. Я еду в Питер. Ой, Питер. Я еду в Москву. Нашла тут опознавательный знак по поводу наводнения 24-го года. Представляете, какой мокрый Питер? Идешь по городу, по носу в воде. Но сейчас этой проблемы нет. Сейчас работает дамба. Я сейчас на мостике через канал Грибоедов. Это рядом с стеной ориентир Итмо приулы Гривцова. Такое интересное место. Я здесь никогда не была, мне кажется, здесь. Столько разных поворотов. Такой пятиугольник. Раз, дорога, два, дорога, три, четыре, пять. В общем, сплошные мосты, набережные, каналы. Ой, как красиво. Вот выбор в Питере. Идти по солнцу, но рядом с водой или идти в теньке рядом с домами. Я, конечно, выберу страдания, но зато рядом с водой. Мы с друзьями довольно часто обсуждаем вопрос поколений, возраста. Ну, как бы, как понять, к какому поколению ты принадлежишь. Мы решили, что, наверное, самый такой адекватный момент это вот музыка. То есть, какую музыку вы любите, на какой музыке вы выросли, да, какой музыке вы привыкли. Но вот я только что прошла мимо университета нашего местного экономического и поняла, что я из того поколения, для кого он еще финек, для кого инжекон, да, для кого факультет журналистики. А вот сейчас экономически, видимо, называется ГУ, СПБГУ, через Э. Вот. И я смотрю, там что-то людей прям так много. Наверное, может, документы приносят. Вроде как, экзамены же все закончились и началось зачисление. Вот я сюда сейчас пойду, люди любят. Опять надо передохнуть. Я опять взяла кофе лимонный с саверин, по-моему. Саверин, да. И взяла нам с Тёмой в Москву заберу тоже два лимонных саверина и две мои любимые круглые булочки со шпинатом и брынзой. Я, кстати, приехала в Питер со своей вот этой вот зарядкой Экспресс. Она очень быстро заряжает телефон. У меня нет такой аваритации, он тяжелый. А вот зарядка окей. По дороге из пекарни в подписные издания я случайно увидела, я шла по Невскому и случайно увидела, что на Думской башне открылась новая смотровая площадка. Я не знаю, когда точно она открылась, но совершенно точно, что недавно я ее не помню. И вот я решила, что надо было мне, конечно, подняться и посмотреть, что это такое. И для меня это оказалось просто каким-то невероятным именно открытием, знаете, то, чего я не планировала, и вот это волшебство случилось. Это замечательные виды на Санкт-Петербург. Я других таких не знаю. Я знаю, что есть смотровая на Исаакиевском соборе, но мне кажется, что вот эта площадка намного лучше. Я наконец-то, кстати, поняла, где находятся Лахта-центр и стадион относительно Невского проспекта. Отсюда просматриваются все ключевые соборы Санкт-Петербурга, Казанский, Исаакиевский, Петропавловский, Измайловский и многое-многое другое. Я не могла отсюда уйти, не могла насмотреться. А вот здесь я вам показываю, что мы здесь раньше жили, Измайловский собор, Измайловский проспект. Когда-то мы там снимали квартиру двухкомнатную с нашими друзьями на четверых. И вот именно в той квартире я писала свой первый диплом. Воспоминания, конечно, знаете, так здорово, когда ты идешь по городу, а у тебя возникают какие-то свои тоже личные воспоминания. И вот как-то так прямо очень интересно. Тут я вам показала, что иду туда дальше в подписные издания. У меня здесь на самом деле была запись голосом обычная, но, к сожалению, у меня слишком шумно оказалось в записи это все, и поэтому я вот рассказываю вам как бы поверх голосом, поверх записи. Если вдруг вы соберетесь сюда, на Думскую башню, то, пожалуйста, обратите внимание, что наверх ведет довольно крутая лестница с маленькими ступеньками, и преодолеть ее не очень просто. То есть к этому нужно быть готовым, если вдруг вы с маленькими детишками или, допустим, у вас там болят ноги, то, пожалуйста, имейте в виду, что это будет не очень просто. Всегда можно отдохнуть, там есть такие смотровые окошки, куда можно встать, и вот я сейчас как раз показываю, куда можно встать, отдохнуть спокойненько и пуститься дальше в свой путь. В подписных изданиях купила книжку для Катюшки, называется «Все о Питре Пенне». Ее, конечно, тоже можно было бы заказать где-нибудь на зоне, мне бы привезли ее домой, но есть такой момент, я очень люблю этот магазин за их ассортимент, за качественные здания, за дружелюбный подход, за все эти активности, которые они делают для своих покупателей и посетителей, поэтому я их просто хочу поддержать покупкой именно в магазине. Ну вот, моя поездка подходит к концу, эти кадры я записывала, когда шла на вокзал уже, кстати, обратно в Москву я возвращалась на дневной «Ласточке», которая идет пять с половиной часов, и я изначально советовалась с друзьями, у которых был опыт, стоит ехать, не стоит, они мне сказали «Поезжай», и хочу сказать, что, в общем-то, это была очень комфортная поездка за приличные деньги, так что из Москвы в Питер на «Ласточке» советую. Надеюсь, вам прогулка со мной понравилась, спасибо, что досмотрели, пока-пока!